Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Прямо сейчас мой собеседник, политический беженец из России, нулевых, да, 99-го даже года, политик российский и оппозиционер Андрей Корчагин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте все зрители вашего канала. Да, я политикой начал заниматься с 98-го года, а вынужден был покинуть Россию в 2009-м. Да, спасибо за уточнение, это вот действительно важно. Понятно по заднему фону, куда вы бежали, да, но наш разговор сегодня вот он немного о другом. Смотрите, сейчас, ну, как бы, в медиа-среде очень шибко обсуждают политзаключенных, шпионов, там, журналиста американского. Вот Маргарита Симоньян предложила там собрать их всех с копом и, собственно, взять и обменять на Асанша, да. Вот, вот такая вот идея возникла у Маргариты Симоньян, российской пропагандистки. И на самом деле мы видим, что, ну вот, абсолютно другая политика, другой подход, абсолютно жесткий силовиков к людям, у которых там другое мнение в Российской Федерации. Вы об этом писали, говорили вот еще задолго до всех событий, которые начались в Украине, там, конца 13-го, начала 14-го годов, да, вот этих всех, скажем так, майданов, во время Грузии, вы даже об этом говорили. Скажите, это все закономерный процесс? Это вот так, ну, как бы, устаканивался режим? Ну, понимаете, поскольку этот режим устаканивался буквально на моих глазах, я тогда был активно в политике, я был депутатом парламента Санкт-Петербурга, ну, прекрасно знал, что такое Путин, и, в общем-то, у меня тогда уже была точка зрения, что Путин, поскольку он член КГБ, и поскольку в Питере, ну, все люди, которые бизнесом занимались, более-менее как-то в политику были вхожи, все знали, что это один из главных коррупционеров, это не было ни для кого каким-то секретом. И был даже человек, его звали Юрий Шутов, звали, потому что его уже нет в живых, в 2014 году, когда был оккупирован Крым, как раз его убили в тюрьме, куда его посадил Путин, и этот Шутов, он был первая жертва путинских политических репрессий, никто этого не помнит, но это был первый человек, который был посажен в тюрьму по сфабрикованному делу, и заказчиком этой посадки был лично Путин, когда у него появилась власть, когда он стал премьер-министром, он начал с этого, не с хозяйства, не с финансов, не с какого-то там обустройства России, вот он начал уничтожать своих политических врагов, которые представляли для него наибольшую опасность. На тот момент самым опасным был Юрий Шутов, потому что это именно Юрий Шутов передал в комиссию Марины Салье, ну, наверное, все знают эту историю старую, да, про Путина начала 90-х годов, когда он был разоблачен в том, что воровал деньги, вот по этой схеме, обмен гуманитарной помощи на нефтяные квоты. Значит, тот человек, который сдал все эти материалы для комиссии, которая затем провела расследование, был как раз Юрий Шутов. Вот с этого начался путинский путь, как лидера, будем так говорить, ну, в кавычках больших, конечно же, вот этой самой Российской Федерации. И постепенно он начал всех своих политических оппонентов уничтожать. И когда сегодня, вот я, допустим, наблюдаю вот эту ситуацию, да, с Навальным, с Карамурзой, ну, с Карамурзой я лично был знаком, потому что мы встречались с ним у Владимира Буковского в его доме в Кембридже, когда еще Буковский был жив. Я его даже по просьбе Буковского, я его встречал как-то в аэропорту, когда он прилетал в гости к Володе, значит. И мы с ним тогда еще разговаривали, ну, в присутствии Буковского на эти все темы. И поскольку Владимир Карамурзой, он занимал такую активную позицию, он на Западе проталкивал, можно сказать, вот этот закон Магнитского, ну, и много полезных дел делал. И когда мы с ним разговаривали, я его спрашивал, ну, как ты, вообще, как ты в Россию-то спокойно ездишь, не боишься. Это еще было, естественно, до всех событий, которые сегодня происходят на Украине. Да нет, говорит, я такой известный, и что там, ну, Путин, это же чекисты. А Буковский, он чекистов просто ненавидел. И всегда говорил, что если чекист ваш, значит, собеседник, никогда ему не верьте, никогда с ним ни о чем не договаривайтесь, вас всегда обманут. И вот в результате как-то вот эта вот самонадеянность, какая-то самоуверенность в том, что он такой известный человек, на мой взгляд, и привела к тому, что сейчас вот ему приписали 25 лет. Вообще, естественно, ни за что. Ну, вы как относитесь к Карамурзу в компании, если на Ассанжа обменяют? Нет, но Ассанж, дело Ассанжа тоже происходило здесь на моих глазах. Я знаю людей из числа русской оппозиции, которые хотели помогать ему, когда у него вот была вся эта история с его арестом, когда он скрывался в эквадорском посольстве. И люди были настолько вот, не понимали, что происходит, кто такой Ассанж. Потому что Ассанж, он реально работал в интересах того же Путина, сливая информацию. И, конечно, сегодня опять вот эта простейшая схема, которая примитивнейшая, которой пользуется Путин, как чекист, как член террористической организации, которая была основана в 17-м году для проведения красного террора. Это террористическая организация. Они захватывают заложников, захватили журналиста, захватили бизнесмена, захватили тогда спортсменку, эту баскетболистку, которую на Бута поменяли. И сейчас Симоньян, она, естественно, говорящая голова Кремля, она выкидывает эту идею, что мы сейчас, значит, их поменяем на Ассанжа. Но на самом деле не такие меры, вот к чему это все приводит? Договор с террористами. Они захватили заложника и меняют по выгодной им сделке, значит, у толерантного западного мира. А почему в ответ не захватить там таких же, там же этих шпионов на каждом шагу? Что в Британии, что в Америке, что в Европе. Всех их также захватить и тоже сказать, ну, хотите менять, давайте менять, если такими методами действовать. Андрей, я, смотрите, ну, шпионы шпионами. Мне интересен ваш взгляд, мы немного отклонимся от нашего разговора. Мне интересен ваш взгляд, ну, смотрите, когда многомиллионная собственность, недвижимость, дети, самые ближайшие родственники всей, ну, топ-верхушки Российской Федерации находятся в Западной Европе, находятся в том числе и в Великобритании. У многих, понятно, возникают вопросы. Вопросы к тому, что, ну, смотрите, ну, как вы можете тут загнивающий Запад хулить, а сами, вот что вы делаете, да, и где ваша вся жизнь. Но эти вопросы как бы должны возникнуть условно у россиян к своей элите. Этих вопросов может и масса, но они не выходят на первый план и вряд ли когда-то выйдут, потому что, как мы уже там, как бы подвели черту, режим устаканился. Но у меня возникает совершенно, вот как у украинца, другой вопрос. Что на Западе по этому поводу думают? А что ж это за такой добрый, мифически справедливый и вот такой ярый свет Запада, что такие люди, да с такими там родственниками, да с такими многомиллионными активами находятся на Западе? Ну, что Запад? Запад тоже неоднороден, нельзя так говорить. У Запада есть элита, будем так называть, высший свет этого Запада, который, к сожалению, оказался коррумпирован той же путинской элитой. Потому что все эти люди, которые сегодня даже находятся под санкцией, ну, дело того же Фридмана, да, который живет в Лондоне, который попал под санкции, а потом его хорошие русские от этих санкций отмазывали, в том числе из Фонда по борьбе с коррупцией, с ТВ Дождь там были люди, ну, и другие всякие лидеры общественного оппозиционного мнения. А если, допустим, я общаюсь часто с простыми англичанами, не люди из элиты, а просто вот обычные обыватели, там, бизнесмены средней руки, и они все этого не понимают. У них настрой такой, что, конечно же, если они пособники Путина, если это абсолютно ясно, то какой смысл с ними церемониться? Почему, если Путин бросает в тюрьмы, значит, журналистов американских, почему тогда здесь эти олигархи, наворовавшие денег там в России и использующие их здесь для коррупции, почему они на свободе? Почему они спокойно продолжают жить в своих этих виллах, которые как бы арестованы, но жить-то они там могут? Они продолжают точно так же свободно ходить по улицам, а они все же соучастники этих преступлений, которые совершает сегодня Путин в Украине и в других странах. И простым людям это очень не нравится. Но, к сожалению, здесь немножко мышление по-другому работает у людей. Я с этим, когда столкнулся, сам первые лет пять понять этого не мог. Теперь немножко понимаю. То есть, все равно, раз появилась какая-то новость, отвлекающая внимание людей на внутренние события, и все. Все забыли про путинских олигархов, к сожалению. Все забыли, значит, про Украину. Вот давайте сейчас рассуждать, как вот премьер-министра сейчас под investigation, под расследование подводят в парламенте, что он где-то там у него конфликт интересов. Ну, не буду сейчас в подробности вдаваться, может, потом, если будет интересно, произошел. Ну, да, там декларация, компания жены, связь. Ну, он же богатый человек. Совершенно верно. И нету ли там конфликта интересов, сейчас будут разбираться. Он говорит, что нет, а парламентариям некоторым кажется, что есть. Ну, я к чему это все говорю? И раз вот это все уходит на второй план. Раньше все, значит, спокойно воспринимали, что вот этот Абрамович владеет футбольным клубом Челси. Потом вышла книга Кэтрин Белтон. Я не знаю, попадалась она вам. Она только на английском языке. Это журналистка Financial Times, которая жила некоторое время в России. Она владеет вполне нормально русским языком. Но книжка эта на английском языке. Где она написала как раз об этом, что Абрамович – это серый кошелек Путина. И клуб Челси он купил по указанию Путина. Это надо было престиж тогда поднять, там, путинских олигархов. Значит, что произошло дальше? Там, кстати, есть на одной странице, я с ней очень много контактировал. Она раз десять у меня брала интервью. И кое-что там в ее книжке есть из информации от меня. В том числе, там и про Шутова, про Юрия написано. Есть одна целая страница посвящена. Но что произошло после этого? Абрамович, значит, у которого денег немеренное количество, он обратился в суд. И во время... Ну, что якобы она клевету на него написала. Ну, и в результате, в досудебных договоренностях, они пришли к соглашению, что она из своей книги вот эти вот строчки про Абрамовича вынуждена была удалить. А сейчас мы имеем новую информацию о том, что, оказывается, Абрамович купил в Израиле квартиру для бывшей учительницы немецкого языка, для путинской. Не знаю, слышали вы эту информацию? Нет, лично я не слышал. Недавно появилась эта информация. То есть, таким образом прослеживается явная связь того, что Абрамович платит, условно говоря, по счетам Путина. То есть, учительница немецкого языка Путина, у нее теперь квартира в Израиле от Абрамовича. Совершенно верно. Она уехала, она, видимо, была еврейской национальности, уехала в эмиграцию в Израиль. Но Путин с ней поддерживал какие-то отношения, потому что, видимо, у них, она его учила немецкому языку, у них были теплые отношения. И вот неожиданно, значит, появляется информация, у нее квартира в центре Тель-Авива, значит, оплатил Абрамович. Это какие-то, значит, журналисты нашли всю эту ситуацию. И Абрамовичу пришлось признаться, потому что оплата была с его офшора, но он объяснил это так, что якобы по просьбе какой-то еврейской общины он это сделал. Ну, то есть, понятно, да? То есть, получается, сопоставляя вот эти факты покупка квартиры для учительницы Путина и то, что написала Кэтрин Белтон в своей книге, значит, она написала правду. Но, тем не менее, вот через суды, через вот эту систему, как бы узаконенной во всем мире высшей справедливости, который представляет из себя там лондонский суд, вот им, вот этим олигархам с их огромными деньгами, удается, тем не менее, неправду ложь делать правдой. То же самое было на процессе, между прочим, Березовского с Абрамовичем, когда Березовский полностью проиграл, я тоже следил за этим процессом, но абсолютно ясно было, что Березовский говорит правду, а Абрамович врет. Ну, вот судья принял такое решение, что, значит, Березовский, по его мнению, оказался лжецом, а Абрамович честнейшим человеком. И вот это вот, мы во всем этом варимся. Есть огромное количество путинских вот этих халуев, которые получили несметные деньги за счет дружбы с Путиным, которые до сих пор продолжают курсировать по миру и несут вот эту коррупцию. Они через всякие научные сообщества внедряются в западный мир, через искусство, еще через такие сферы социальные, которые как бы напрямую к политике не имеют отношения. Но, тем не менее, это лазейки практически легальные для того, чтобы засылать деньги в те как раз элиты западного мира, которые принимают различные решения. И Путин этим пользовался очень долгое время, и в результате вот эта коррупция современного западного общества, в которой оно погрязло, она привела к тому, что началась война в Украине. Ну, на мой взгляд, это именно так. Андрей, я бы хотел ваше мнение услышать, вот есть просто даже некая такая теория, да, среди там украинских экспертов, что засилие антипутинских там либералов в украинском медиапространстве, людей, которые там, политиков, которые когда-то были, да, вот в Москве на первых ролях, которые, а вот потом стали гонимы и теперь вещают из Запада, среди них огромное число как раз-таки агентов, спецслужб Российской Федерации. Я почему задаю этот вопрос вам, да, как политбеженцу, как человеку, сбежавшему от режима в нулевых, потому что, ну, это вот ваша итерация побега, да, ну, она немного, она была немного раньше. Она была от, ну, скажем так, ну, в самом начале вот этого звериного лица репрессий, поэтому, поэтому, собственно, много лет уже утекло, поэтому я могу вам задавать вопросы, ну, вот в таком ключе по состоянию на сейчас. Как вы относитесь к такому утверждению и действительно ли среди привычных, ну, давайте так, украинскому, да, глазу российских экспертов, которые, за которыми все следят, которых все, ну, есть реально вот эта либеральная башня Кремля? Что вы об этом знаете? Ну, я могу даже фамилии конкретные называть, но на самом деле... Ну, пожалуйста, я просто, понимаете, это вопрос, это вопрос чисто, ну, как скажем, чисто практический, не потому что, ну, это вопрос украинца-россиянин, потому что я, хоть и, как бы, по странному стечению обстоятельств признан в России иноагентом, ну, почему-то, хотя никакого отношения к России никогда не имел, вот никогда, да, вот даже, ну, чисто теоретического, да, вот, может быть, там, потому что я рожден в СССР, да, но может быть, вот только так. А по большому-то счету, ну, как бы нет. И вот здесь нужно разобраться, потому что у нас патриоты, националисты, ну, вот уже несколько раз поднимали эту волну, что это подрывает как раз-таки безопасность вот моей страны, безопасность Украины. Вот поэтому я вам откровенно, открыто задаю вопрос. Сто процентов, что подрывает, потому что все эти либералы, якобы оппозиционеры. Хочу заметить, что большинство из тех, кто на ваших вот телеканалах, у блогеров известных, раскрученных, значит, выступают очень часто. Они, да, были политиками, они тоже были депутатами, допустим, Государственной Думы, так же, как я был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Но я пришел туда до Путина, когда не был Путин при власти. А они все пришли уже после того, как Путин стал президентом. А после того, как Путин стал президентом, никто уже не мог без согласования кремлевской администрации стать депутатом или членом там Совета Федерации. И этот момент никто никогда не учитывает. То есть, эти люди априори с самого начала своего, они были с Путиным, они были в его окружении. Я там никогда не был. И дальше получилось, что, значит, многие из них, кто-то почувствовал конъюнктуру, кто-то что-то там не поладил с кем-то. Они быстро переобулись в воздухе, как это принято говорить, стали оппозиционариями и почему-то стали восприняты украинским обществом, по крайней мере, благосферным. Из-за того, что они плохо говорят про Путина, обзывают там во всякими словами, уже считается все, этого достаточно. А то, что они делали до того, когда были в путинском окружении, что это именно они привели Путина к власти, они способствовали его укреплению, они способствовали одурачиванию вот этого российского народа, из которого сделали, в конце концов, быдло-массу, которую сегодня в качестве пушечного мяса засылают в Украину. Об этом почему-то никто не помнит. И самый яркий пример – это Шурик Невзоров. Да ладно. Я-то был в Питере в это время, я все про него практически знаю. Это был один из богатейших людей Петербурга. Он дружил со всеми, с криминальным сообществом, типа, значит, Кумарина, если эта фамилия вам что-то говорит, да, который работал в связке с Путиным. Путин был в мэрии, этот был в криминальном сообществе. Шурик Невзоров дружил со всеми. Затем он, ну, я уже не вспоминаю про чеченские войны, пропагандоном которых он был. Он был тем же практически военкором на тех чеченских войнах и рассказывал о том, как необходимо, значит, Чечню оставить в составе Российской Федерации, ни в коем случае не сделать ее свободной страной. Я уж не вспоминаю про вильнюсский и риский ОМОН, которых он защищал после того, как они громили мирные демонстрации. Потом он был доверенным лицом Путина несколько раз на выборах. Он был этим депутатом Государственной Думы несколько созывов. Все благодаря Путину. И сейчас он вдруг оказался самым востребованным для вашего украинского правительства. В первую очередь человеком, которому надо было гражданство даже подарить в нарушение законодательства Украины. Потому что от российского-то он не отказался, а, насколько мне известно, по законам Украины нельзя иметь двойное гражданство. Но Шурику позвонили. Ну там как нельзя, понимаете. Оно-то нельзя, но все имеют. Потому что у нас как бы не одно гражданство, а типа вот единое. То есть Украина как государство не признает твоего там второго, третьего, пятого паспорта. Ты для нее вот гражданин Украины, если имеешь такой паспорт. А все остальное, как бы наказание вот за вот то, что у тебя куча паспортов нет. Но мне вот интересен момент вот по состоянию на сегодня. Потому что в чем, ну смотрите, я так задам вопрос. Чтобы там подписчики, там комментаторы не писали. А, ну понятно, здесь вытащили там какого-то Андрея Корчагина, и он тут поливает Невзорова. Нет, в чем смысл вот такой деятельности, как видите ее вы? Вот просто вы привели пример Невзорова. Ну хорошо, он как бы ожесточенно, с критикой, с там, ну просто разрывая, да, вот все вот эти устои и скрепы, там изобличая их, ну изоблачая их, вот просто, ну неистово поступая. Какая тогда цель? Значит, вот наряду вот с этой неистовой критикой Путина, он в ваше общество бросает нужные Кремлю нарративы. Например, я об этом даже делал выпуск на своем канале. Он вбросил фейк о том, что якобы Трамп где-то сказал, что Путин все равно победит. Значит, Трамп такого нигде не говорил. Но Шурик специально, он, по-моему, был в эфире у вашего тоже блогера, у Натальи Влащенко. Нет, путаю, не у нее. Он был у супруги Дмитрия Гордона в эфире. И он там вбросил между делом вот этот нарратив. Да, наряду это все Путин плохой, Путин все такой, этот поп-гундяй тоже плохой. Все как бы нормально, хорошо. Но при этом раз между делом закинули такой нарративчик. И, ну, мы же все видим, у вас, вот с кем я не общаюсь, у меня тоже есть знакомые, значит, в Украине, причем на фронте. Человек с двойным гражданством получил гражданство в Великобритании. Приехал на Украину и пошел на фронт. Значит, когда началась война. Я общаюсь с людьми, я двух человек из Украины способствовал их выезду, переезду сюда в Британию. Один пенсионер 92-летний, вторая женщина, у которой в Харькове разгромили квартиру. И я их помог им здесь устроиться, они все нормально живут. То есть я вижу, что там происходит, у вас в обществе почему-то все там ненавидят Трампа. И меня это поражает, я никак не могу разобраться, откуда это пошло. Но почему-то я заметил все вот эти либеральные оппозиционарии, типа того же Невзорова, еще есть такой из Питера, кстати, тоже мой бывший земляк Шейтельман. Мы с ним даже в одном институте учились, политехническим, он, правда, на 8 лет моложе. И они все начинают нести эту пургу про Трампа, как бы пытаясь столкнуть украинское общество с этой республиканской партией, которая в Америке. От которой многое зависит, в том числе и в части оказания помощи военной Украине. И эта помощь идет, но в недостаточном объеме, мы все это понимаем. Так же, как из Британии помощь идет, но тоже, я считаю, в недостаточном объеме. И здесь эта помощь, я помню, как проталкивалось, мы здесь организовывали митинги после начала войны. Ходили, значит, к Даунинг-стрит, к офису премьер-министра, тогда Борис Джонсон был. И вот на этих митингах, я считаю, мы действовали на наше правительство тем, что начали оказывать помощь. Значит, в Америке сегодня две партии. Есть Трамп, на которого зачем-то нападают. И почему эти либералы российские все время на него пытаются выливать какое-то дерьмо? Я этого не могу понять. Я считаю, что это вредно. Может быть, я не прав, конечно. Может быть, надо действительно поливать дерьмом Трампа. И как Дмитрий Гордон кричать, что я бы Байдену надо памятники везде ставить, улицы в его честь называть. Но мне так видится отсюда, да, как говорится, с Биг Бенской колокольни, что это неправильно. И это наносит вред. И вашему общественному мнению. И вообще, ну, как-то выглядит таким образом, что дальше-то, может, ничего хорошего не получится. А вдруг Трамп будет следующим президентом. Хорошо, не Трамп, там кто-то из республиканцев. И что тогда? Будет общество все переобуваться. А где здесь подыгрывание Путину? Потому что, Александр, вот мое чистое убеждение, что Путину больше всего невыгодно новое прихождение Трампа в Белый дом. Потому что он понимает, что когда будет там Трамп, никакой затяжной войны, о которой он сейчас надеется, не получится. Как ее не получилось все те четыре года, с 16 по 20, пока Трамп был в Белом доме. Да, он не прекратил то противостояние, ту войну. Это тоже была война. В 2014 году здесь что скрывать-то? Это началась война. И Трамп ее, конечно же, не закончил. Хотя, на мой взгляд, наверное, все-таки мог. Но так у него сложились отношения как-то с вашим новым президентом, не очень удачно, мягко говоря, после того, как он поговорил с ним по поводу коррупции, которая, к сожалению, процветала, значит, в украинских многих структурах. В том числе с участием там членов семьи Байдена, который был тогда вице-президентом. Это все вылилось в попытку импичмента Трампу. То есть, отношения не сложились, прямо скажем. И, может быть, поэтому Трамп не приложил достаточно усилий, чтобы тогда еще закончить войну и освободить Украину от оккупации. Да, понятно. Понятно. Я бы хотел все-таки вернуться к Путину и вот к семье вот этого, да, корпоратива «Озеро». Смотрите, сейчас разморачивается очень интересная история. Владимир Осечкин, руководитель ГУЛАГУ.нет, записал ряд свидетельств вагнеровцев, которые признавались в совершении военных преступлений на территории Украины, там, в частности, Солидар. Ну, жуткие истории рассказывали. Проходит какое-то время, да, все обсуждают эти истории. Понятно, что там Генпрокуратура Украины подает, как бы, материалы, да, вот, что возбуждает дело, в общем, если, ну, по-простому сказать. И разбирательство начинает по поводу этих фактов, вот того, что наговорили эти люди. Но позже появляется видео там с человеком, который говорит, что да вот просто у Осечкина было видео, как надо мной издевались в тюрьме, и поэтому он мне приказал, дал, как бы, текст. Я плюс еще был пьян. В общем, начинается какой-то антикриз. Я через эту историю, через отношение к этой истории хотел бы выйти, ну, вот, от этих, вот этих событий на фигуру Пригожина, которая, ну, наверняка, вам знакома. Ну, как Петербург. Я был лично с ним, я лично был с ним знаком. Значит, ну, во-первых, вот все то, что делает Осечкин, у меня тоже вызывает большие сомнения. Вот он, как бы, получается, с его помощью некоторые бойцы, будем так кавычках называть их, этой путинской армии, и вагнеровцы оказались за рубежом, правильно? Дальше. Почему Украина, украинские правоохранительные органы не требуют их экстрадиции в Украину? Для того, чтобы там допрашивать. Для того, чтобы они украинским следователям, военным прокурорам рассказывали о том, что они делали в Украине. Зачем начинает Осечкин придумывать вот эти схемы, книжку написал, там, вот этот, забыл, как его фамилия, Зов она называлась. Здесь, в английских, я тоже знаю, у меня знакомые работают в одном крупном издательстве, здесь, значит, в Лондоне. И они вначале, они бегали по разным издательствам, искали, кто больше цену даст. Наконец-то в одном договорились, там, за 300 тысяч примерно, значит, в евро, если измерять. Зачем начинается делаться вот этот пиар? Потом выясняются подробности. Потом они разругались с этим писателем из-за дележа этого гонорара. Потом, значит, появился вот этот Вагнеровец, который то ли в Норвегии, то ли в Дании где-то сейчас осел. И тоже дает какие-то интервью Осечкину, что он опознал вот этих людей, это его сослуживцы, которые голову отрезали. Ну, зачем он это Осечкину рассказывает? И почему бездействуют правоохранительные органы Украины? Украины, они могут абсолютно на законных основаниях обратиться в Норвегию, к властям Норвегии, Дании, где он там находится, потребовать его экстрадиции. Потому что он участвовал вот в этой преступной, так называемой, спецоперации, как ее называют в путинском окружении. И у него есть знание о том, как происходили преступления. Он там должен быть, а не пиариться. А происходит пиар всего вот этого. Значит, Пригожин тоже в основном занимается пиаром. Самого, значит, себя в первую очередь. Он теперь политическая фигура. Хотя был рядовым там, ну, этими хот-догами с тухлыми сосисками. Торговал, насколько я помню. Потом он очень такой прогибучий, как бы комплементарный человек, когда надо. И, кстати, кто познакомил Пригожина с Путиным? Тоже практически никто не говорит. Вот повар-повар, а как он стал поваром? Значит, Пригожин познакомился вначале с ректором горного университета, который там же, на Васильевском острове, находится недалеко вот от того самого ресторана, где произошел взрыв с татарским. Раньше этот ресторан назывался «Русский китч» и был одним из первых питейных заведений, которое открыл Пригожин. Опять-таки, как он получил это помещение? С помощью того же ректора Литвиненко, который был другом Путина с начала 90-х. Они познакомились во время незаконной торговли редкоземельными металлами. Потом Путин его сделал ректором, он до этого был завхозом в этом университете. Но Путин в 94-м году сделал его ректором и пошла карьера у этого Литвиненко. И там ему где-то попался, он, говоря простым языком, любил вкусно пожрать. Ну, сейчас, наверное, любит ректор Литвиненко. Вот ему попался этот такой мелкий там продавец хот-догов Пригожин, влез в доверие. И тот ему помог получить это помещение, потому что получить помещение на Васильевском острове под ресторан было не так просто во все времена. Он ему помог, а потом в какой-то момент, когда он уже развился под крылом ректора Литвиненко в Питере, он его познакомил с Путиным, потому что Путин с ректором Литвиненко всегда имел прямой контакт. И пошло-поехало. То есть он его представил Путину как человек такой энергичный, может там что-то делать, и Путину это понравилось. А тот сразу там в поклон, там, обслужить, ну, обычными такими приемами примитивными втерся в доверие. Затем в 2007 году они начали организовывать вот эту самую фабрику троллей. Основным финансистом этой фабрики троллей тоже был ректор Литвиненко, потому что в его руках Путин сосредоточил огромные деньги. Это предприятие Фосагра, которое выпускает фосфатные удобрения, сделанное на основе апатита, который был когда-то, принадлежал Ходорковскому, который его приватизировал. А потом Ходорковскому разрешили продать. У него не отняли это Фосагра. Он продал его за сотни миллионов долларов вот этому ректору Литвиненко. Часть акций. По сути, Литвиненко управляет всем этим Фосагра, хотя у него там только 20 с чем-то процентов акций. Потому что он самое приближенное к Путину лицо. Там бешеные деньги крутятся. Эти акции торгуются на лондонской фондовой бирже до сих пор. Никаких санкций на них не наложили. И он стал официально, даже по спискам Форбс, там у него под 2 миллиарда официального состояния у этого ректора Литвиненко. Постоянно дивиденды. Эти дивиденды он направляет на финансирование проектов Пригожина. В том числе и на ЧВК «Вагнер». И тоже об этом как будто никто ничего не знает. Потому что этого ректора, его до сих пор не включили ни в какие санкции в западных странах. Единственное, кто сделал санкции против него, это Украина. Я писал в свое время письма по поводу него. Но на другую тему совсем. Я потом, если будет время, я могу коснуться своего обращения к депутатам Верховной Рады. И потом, в конце концов, я вышел на депутата Алексея Гончаренко. И вот он обратился, как он мне сказал, в правоохранительные органы, там, в эти системы ваши, которые занимаются санкционными списками. И, наконец-то, этого ректора недавно совсем включили в украинские хотя бы санкционные списки. Но это, конечно, для него ни о чем. Но он продолжает быть такой теневой фигурой, которая на самом деле очень сильно содействует именно Пригожину. И сам по себе Пригожин, вот со своими этими всеми поставками завтраков, обедов, школьные столовки, он никогда бы столько капитала нигде бы не набрал. И, естественно, он пользуется деньгами вот этих олигархов из окружения Путина. И один из них – ректор Литвинка. Есть еще и другие. Просто информация по этому ректору, ну, в силу всяких обстоятельств, попала в мои руки. Я с ним тоже пересекался еще, будучи в Питере. Видел, как он организовывал. Он же был организатором штаба по выбору Путина по первым выборам в президенты. И потом до последних выборов практически был таковым. И я всю эту кухню просто знаю вот в мельчайших подробностях. И особенно, когда захватили Крым, значит, ректор Литвиненко был одарен там Путиным. Ему отдали пансионат целый, который принадлежал украинскому государству в поселке Береговое в Бахчисограйском крае, на берегу Черного моря. Он стал собственностью, значит, этого ректора Литвиненко. Ректор Литвиненко даже в реестре можно найти, значит, в открытом доступе. Он этот пансионат записал на баланс своего горного университета. То есть, по сути, он сам признался, раскрыл, что он похитил. Это, ну, как ограбление, захват чужого имущества. Он стал его использовать в своих целях. Сегодня, кстати, тоже, вы помните, недавно была информация, где-то в каком-то городе, в Валуште, что ли, в отелях там обнаружили этих вагнеровцев, что они там лечатся. Такие рядовые. Я не помню, не помните, в каком это городе было? Нет, я не помню, в каком городе это было. Не важно. Смотрите, мне просто, мне интересен глобальный вопрос. Но я понимаю, что вы имеете в виду, что вагнеровцы... Нет, я имею в виду, что вот там нашли, значит, вагнеровцев простых бойцов. А в этом пансионате в поселке Береговое там генералитет точно так же отдыхает. В этом комплексе, который сейчас принадлежит незаконно ректору Литвиненко. Скажите, а Путин, вот у него яйца в разных корзинах, и если да, то хотя бы примерно сколько их? И вот в сравнении с состоянием Литвиненко, сколько это в деньгах? Ну, у Литвиненко официальное состояние около двух миллиардов. На самом деле, раз в десять больше это сто процентов, потому что он фактически распоряжается всеми активами вот этого фосагра. То есть, если... Ну, сами понимаете. Плюс у него еще других всяких подаренных Путиным бизнесов очень много. Имущества недвижимого везде, он там в Германии отели строил и в других местах. Но, естественно, Путин всегда яйца держит в разных корзинах. У него нет сваленного в одну. Вот у него есть такие абсолютно доверенные лица, с которыми он имел всякие мошеннические дела еще с начала 90-х годов. Когда стал заместителем мэра Собчака. Это один из таких, это вот, значит, ректор Литвиненко. Ну, вот эти два парня, Миллер и Медведев, они откуда? Они были, когда Путин был председателем комитета и одновременно вице-мэром в Смольном. Вот эти два парня, они работали у него там клерками простыми. И они участвовали во многих мошеннических схемах. Вот, в частности, через них, вот если кто занимался бизнесом, если кто знал, кто-то хотел занести взятку, надо было что-то за эту взятку решить. В основном это были вопросы, связанные с приватизацией как раз. То надо было найти подход к Миллеру или к Медведеву, и через них можно было заслать к Путину, и вопрос решался через них. То есть, они были завязаны с Путиным тоже в таких мошеннических делах. И поэтому они стали его абсолютно доверенными лицами. Одному Газпром доверили, другому даже кресло президента давали подержать. И таких людей из Питера много. Греф тот же, который начальник Сбербанка, это же человек, который с Путиным прошел все 90-е годы и занимался этой мошеннической приватизацией. Кудрин, который был председателем комитета финансов, когда Путин был вице-мэром. И они там воровали вместе. И было даже дело уголовное, про которое сейчас тоже мало кто вспоминает. Дело 20-го треста оно называлось, когда они из бюджета Петербурга просто украли деньги через подставную фирму, вот этот 20-й трест. И есть документ, он попал к следователям, которых потом разогнали, конечно, где стоят подписи Кудрина и Путина, что деньги из бюджета отдать. Деньги потом материализовались в виде отелей на испанском побережье, которые были уже оформлены на аффилированных с Путиным лиц. И он много таких всех мошенников притащил, часть с собой в Москву, часть оставил в Питере. И на них он раскладывает все вот эти вот огромные деньги, которые воруются, собственно говоря, не скажу, что у российского государства, а у российского народа. Развод Путина с женой. Как видите вы этот период вот сейчас? Ну, насколько мне известно, опять-таки, я сам лично не видел, но люди, которые близко общались с Путиным, он пользовался услугами, так сказать, женщин с небольшой социальной ответственностью еще в те 90-е годы. Более того, у них вместе со Степашиным одна была такая общая женщина с низкой социальной ответственностью, и по всей вероятности это вот именно та, которая там на яхтах сейчас по Финскому заливу плавает. Как ее фамилию забыл? Ну, вы про гимнастку? Не-не-нет, еще раньше. А, еще раньше. Которая, у которой обнаружили сакции Банка России, кривоногих. Вот. То есть, она была, так сказать, низкой... Она была с Путиным? Ну, вы... Да, она была у них одна на двоих со Степашиным. Вот. А потом, значит, Путин, когда поднялся выше в своих этих самых карьерных ростах, то, значит, она вроде как к нему отошла. Ну, это я к тому, что он никогда не был там семьянином каким-то, это он проповедует эти все ценности. Семейная гимнастка появилась уже потом, это тоже всем известная история, там такая-то Виннер, супруга Усманова, она каким-то образом смогла к нему подогнать это дело, и дальше отношения установились, Усманов стал раздаваться и вшире, и ввысь, со всех сторон стал суперолигархом благодаря вот этой вот связи. Сейчас тоже от санкций пытается отмазаться, но пока вроде не удается. То есть Усманов поднялся благодаря вот этому, возьмем в коробочки, подгону. Благодаря тому, что воспитанница его супруги Виннер стала, собственно говоря, очередной женщиной, тоже, видимо, невысокой социальной ответственности у Путина. Но все-таки о разводе, вот как сейчас вы, все-таки о разводе, да, Путина, как сейчас видится вот этот процесс, и вот, ну, все прошло же максимально тихо, без шума, как говорится, и пыли. Ну, скорее всего, я думаю, что у Путина на тот момент уже установились соотношения с гимнасткой, и с женой он своей не хотел больше находиться вместе, и тихонечко развелись, ей нашли нового мужа, с которым она, насколько я знаю, живет где-то там на побережье, в Биорице, во Франции, в Виле, в Шикарной. И таким образом она молчит, все всем довольны, а у них произошел развод, ну, не, ну вы посмотрите на все окружение Путина, а этот Миронов, Серега, с которым тоже я был знаком очень хорошо, он там же пятую жену себе молодую меняет, это у них такой прикол. Нет, я почему, смотрите, Андрей, я почему вот сюда завел этот разговор, да, вот от денег к связям, у меня вот наш финальный вопрос, мы, дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, интересны ли вам разные подробности, вот эти исторические, скажем так, в том числе, ну, уже это как история, да, но вот эти, вот такого мемуарного плана, петербургские истории, там, о Путине и окружении, это вот как бы впервые у меня на канале Андрей Корчагин, вы пишите, оставляйте свои отзывы, я как бы обещаю, что я пролистаю тоже, вот просто почему я так веду беседу, я просто объясню, то есть это не из-за желтости, да, из-за какой-то вот этой истории. Меня интересует один главный вопрос, который я хочу задать как вот финальный. «Как победить Путина?» Вот эти массив денег, связей, это не просто, это люди, люди, которые знают многое, причем знают то, что, ну, не просто может быть байкой, а с конкретными, ну, конкретными, да, вот, с претензиями Уголовного кодекса, с конкретными, скажем так, преступлениями, которые не имеют сроков давности, то есть, ну, вот, конкретные вещи, страшные вещи. И эти люди, казалось бы, в момент остроты, вот сейчас, могут вот это нечто обнародовать, наверное, или не могут, но момент-то войны в Украине, это вот, ну, какой-то очень, очень, очень роковой для Путина и режима, потому что мы видим, что на карту стоит, поставлено, если не все, то многое. Поэтому вот как ответить на этот вопрос? Как победить Путина? Значит, у меня на этот счет очень, так сказать, сфокусированная и четкая точка зрения. Надо бить по его окружению, в первую очередь. Вот по всем этим олигархам, которые с деньгами засели здесь. Их сейчас некоторых, ну, самых таких на виду, ввели под эти санкции. Что значит под санкции? Заморозили у них активы и все. На самом деле, их надо привлекать уже сейчас. Вот тот же Фридман, что он торчит тут в Лондоне, значит, и ничего не рассказывает о своих делах с Путиным. А его никто и не заставляет. А почему бы, опять-таки, не возбуждать своего рода уголовные дела против таких людей, даже в Украине в той же, и вызывать их на допросы, чтобы они рассказывали. Потому что они все соучастники этой войны. И когда они посыпятся, когда у них начнут не только замораживать активы, но и конфисковывать, а самих их предавать уже сейчас, суду за то, что они были пособниками в развязывании этой войны, вот тогда они начнут рассказывать все. Опять-таки, вот пример этого ректора Литвиненко. Ну, кто-то скажет, может, что я там скатываюсь постоянно на него, про него особо никто не знает, но я про него знаю очень много. Значит, еще в 2014 году, когда Путин оккупировал Крым, и когда он начал грабить вашу страну, забирая у нее имущество, активы, и раздавая своим подельникам, вот тогда надо было активизироваться украинским, в первую очередь, правоохранительным органам. Вот сейчас мы все радовались, как недавно Путина в Гаагский суд, и его эту подельницу Львову Белову, значит, заочно в Гаагском суде арестовали, ордер выписали на них. А ведь это можно было сделать давным-давно с подельниками Путина, с такими, как ректор Литвиненко. Их там таких сотни еще в Крыму, которые получили различное имущество. Все это факт незаконного завладения чужим имуществом. Возбуждается уголовное дело прокуратурой Украины. Они вызываются на допрос. Они, естественно, не являются. Это является основанием для того, чтобы объявлять их в международный розыск и арестовывать через Интерпол в любой стране, где бы они ни появились. Они с тех пор, с 2014 года, они очень много ездили по всему миру. Дальше требовать их экстрадиции, как Америка требовала экстрадиции, добилась экстрадиции Ассанжа в Америку, перевозить в Украину и там начинать допрашивать в следственных органах. Путин, кстати, применяет эту технологию давным-давно. И я наглядный пример, как это работает. Меня в 2017 году арестовали в Финляндии. По тайному, неоткрытому, есть такая форма у них, дефюжн, закрытый запрос российского бюро Интерпола в Финляндию, когда они знали, что я туда приеду. Меня там арестовали. Несколько дней я там провел в тюрьме, потом разобрали, что я политический эмигрант, что меня нельзя было арестовывать. Естественно, отпустили. Но когда, допустим, такого же, как ректор Литвиненко, по запросу украинского бюро Интерпола арестуют в какой-нибудь Германии или в Британии, то будут все основания у Украины потребовать его выдачи в Украину для проведения там допросов и суда именно в Украине. И вот это очень бы взбодрило все путинское окружение. Они поняли, что все. Они не то, что они там со своим богатством, допустим, остались в России, их никто там не достанет. Они поняли бы, что их будут доставать везде. И они начали бы рассказывать 100% и про Путина, и про все то, как организовывалась эта война, как организовывалась коррупция, в том числе и в Украине, вот то, что через Медведчука, то, что мы знаем из открытых средств информации. Вот так вот надо было действовать. И надо было начинать это, конечно, в 2014 году. Но я думаю, что и сейчас не поздно, потому что есть еще много людей, которые, являясь ближайшими подельниками Путина, они просто не такие известные, как Абрамович или Фридман, какой-нибудь Ильявин, но они до сих пор ползают по миру и решают вопросы, в том числе коррупционные, потому что денег у них достаточно. И деньги эти их, они также хранятся в западных банках, им ничего в чемоданах привозить не надо, у них здесь все есть. Они заключают всякие никчемные сделки, ничтожные, через них одаривают нужных людей просто деньгами, будем так, или каким-то имуществом. И вот этим было бы очень полезно, на мой взгляд, заниматься. И не надеяться, когда там ГАГский суд очередного кого-нибудь начнет объявлять в розыск, потому что это тоже, ну, своего рода больше пиар. Понятно, что этого Путина, ну, навряд ли кто-то выдаст. А это Белова-Львова, она просто никуда не поедет, ее не пустят. А вот таких людей, которые до сих пор ползают по различному зарубежию, вот их надо, конечно же, обязательно прихватывать. И тот факт, что даже, была же эта история, что ваши депутаты из Верховной Рады, они за Абрамовича, за того же ходатайство писали там в Евросоюз, чтобы на него санкции, чтобы сняли с него санкции. А в Америке до сих пор на него санкции не ввели, потому что тоже вроде как тот ходатайство. Он там принимает участие, якобы, в переговорах, и особенно по обмену пленными. Но это полный бред. Причем здесь обмен пленными и Абрамович. Как будто без него там все эти переговоры не проходят. Да. Поэтому сегодня, ну, сегодня уже другой метод борьбы с Путиным. Сегодня ВСУ должны разгромить российскую армию, вышибить ее с территории Украины и идти дальше. И это тоже метод. Смотрите, ну, как бы тут это уже, этот метод понятен. Но смотрите, какая история. В эту уже сказку о том, что там, ну, условно, ВСУ побеждает российскую армию, идет разгром, освобождение территорий, а и Путина кто-то сбросит, ну, уже мало кто верит. Нет, его никто не сбросит. Вот, а сбросить, да, его... Я имею в виду, из его окружения его никто никогда не сбросит. Они могут только про него рассказать, документально подтвердить какие-то факты, надеяться на то, что там какой-то заговор произойдет и его сбросят. Это совершенная чушь. Этого не будет никогда. Только внешняя сила в виде ВСУ, ну, мы понимаем, что при той поддержке, которую сегодня, к сожалению, на низком уровне оказывают западные союзники Украины, это навряд ли случится. Или вот таким образом начинать громить его окружение, по всему миру. И в первую очередь, конечно же, то имущество, которое сегодня заморозили. Сделайте конфискацию. А потом они там в суде, они что-то там будут доказывать. Но эти судебные процессы, их можно годами тянуть. Как тянули судебный процесс в той же Гаге со сбитым Боингом. MH-17, рейс, который сбили Буком. Сколько? Восемь лет шло судебное разбирательство? Ну и к чему пришло. Ни к чему оно не привело. Я о чем и говорю. А когда начинают рассказывать, да как же, мы у них конфискуем, а они в суд обратятся и докажут, что это было незаконно. Вы конфискуйте, отдайте деньги Украине, чтобы Украина на эти деньги сейчас, вот в текущем моменте, закупила необходимое вооружение и давала бы отпор и переходила в контрнаступление. Чтобы это были не разговоры, мы там завтра вам в конце следующего года Абрамсы поставим, чтобы сейчас можно было это приобрести. Вот это было бы действенное решение. А то даже с этим, вот эти 300 миллиардов, помните, да, которые заморозили, это деньги Российской Федерации. Потом пришла, значит, Урсула фон дер Ляйн и сказала, мы эти деньги в инвестиционный проект вложим, а проценты от них будем Украине отдавать. И какой такой инвестиционный процент, проект, который начнет давать сразу бешеные проценты, вы возьмите эти деньги, конфискуйте и сейчас на них, на 300 миллиардов, купите вооружение для Украины. Вот это реальная помощь. Да. А не разговоры, сейчас мы транш дали, один миллиард, завтра два дадим. Вот так надо действовать. А 300 лежит, да, Андрей. А 300 лежит. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Вам спасибо, что пригласили. Если будет интересно, то всегда готов поделиться с вами и с вашими зрителями тем, что знаю по всяким разным вопросам, касающимся Путина, его окружения, ну и того, что сейчас происходит. То, что, кстати, в Британии происходит, тоже особо как-то внимания никто не обращает, все на Трампе сосредоточены, но здесь, поверьте, тоже идут соответствующие процессы. Да, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я приглашаю всех перейти на YouTube-канал Андрея Корчагина. Спасибо. Он будет отмечен как пользователь YouTube. Это просто сделать, просто кликайте по имени и фамилию, попадаете к нему, напишите, что вы думаете об этом разговоре. Всем добра и света. Берегите себя. Увидимся.